2023 год – это время, когда мир переполнен технологиями, которые просто водят человека в определенный шок. Относительно недавно, в апреле 2022 года, искусственный интеллект создал очень пугающее и странное изображение под названием лооб. Сказав коротко и понятно, это взбудоражило почти всех, кто имеет доступ в интернет. Лооб, что это за изображение? Почему оно пугает? И какой посыл несет в себе? Будем разбираться сегодня. Погнали! Внесу ясность. К примеру, мы можем взять два человека, которые способны играть в любую игру, например, в шахматы. Здесь не нужно изобретать велосипед, ведь это некий соревновательный момент. Но уже давно известно, что играть в шахматы можно при помощи компьютера, в котором есть искусственный интеллект. Он знает все комбинации и стратегии, а порой победить тот самый компьютер практически невозможно. Так вот, все это безобидно, но если искусственный интеллект будет развиваться в геометрической прогрессии, то есть вероятность, что человек попросту потеряет свою значимость в различных жизненных аспектах. Основная задача этой нейросети – производить картинки на основе печатного текста. Проще говоря, вы заходите в данную нейросеть, пытаетесь изложить свои мысли того, что вы представляете. А нейросеть генерирует ту самую картинку в вашей голове на основе ваших мыслей. Но, конечно, это будет выглядеть строго индивидуально и именно так, как посчитает Миджорни. Так вот, однажды в эту нейросеть заглянул один человек, и вот что произошло. На каждую нишу найдется свой гений. Одним темным вечером пользователь сети с ником Supercomposite находился, как обычно, в нейросетях и создавал для себя различные изображения на основе своих мыслей. К слову, настоящее имя пользователя – Стэв Суансен. Фантазия данного будущего гения была настолько обширна и необъятна, что сначала на основе своих слов она генерировала интересные и загадочные пирамиды, а затем погружалась в темный и неизведанный лес, воссоздав много различных композиций. Она задумалась о том, что будет, если попытаться прямо сейчас сгенерировать что-то особенное и не поддающееся объяснению. Затем пришло время использовать модификатор под названием «Минус Один». Это значит, что если вы используете подобный способ создания картинок, то они будут максимально отличаться от того, что вы вписали в исходный код. Погружаясь во второй класс русского языка, мы с легкостью можем вспомнить те самые антонимы – слова, противоположные по значению. Вы спросите, зачем нам это знать? Да все потому, что модификатор «Минус Один» работает именно на основе антонимов. И если вы зададите искусственному интеллекту задачу «Солнечный день», он покажет темную ночь. Нейросеть была способна выдать то, чего Стеф просто не ожидала. И вот, по странному стечению обстоятельств, в голову девушки закралась мысль увидеть, что можно будет создать, если вписать «Крестного отца» – актера Марлана Брандо. Исходными данными были «Брандо минус один» и теперь оставалось только ждать. Прошло определенное время, и вот перед глазами Стеф появилась следующая картина, которая напоминала «Темный замок». И здесь начинается самое невероятное и загадочное. Мысли девушки были максимально нестандартны, а значит, пришло время, чтобы проделать процедуру в обратном порядке и по всем законам логики получить «Крестного отца». В командную строку были прописаны следующие слова. Получившийся результат не то, чтобы был даже близок к «Крестному отцу». Он и вовсе предложил Стеф поглядеть на девушку, но не простую, а на ту, у которой присутствуют заболевания кожи, а именно щек и носа. Они попросту были покрыты огромными красными пятнами, при том девушка расположилась на четырех фотографиях с разным фоном. Четвертый фон – стена, на которой изображены определенные символы. И только четыре символа из них составили определенное слово, которое звучит как «лоуд». Таким вот образом Стеф создала данную картину, которая и была отпечатана в интеллекте как «лоуд». Интерес, который нарастает в человеческом мозге, порой невозможно остановить, а значит, это время, чтобы продолжить эксперименты по некому скрещению изображений. Теперь за главного будет выступать лоб. Стеф решила проверить, что будет, если скрестить два изображения, первое из которых является лоб, а второе изображение – это картинка, сгенерированная Миджорни – стеклянный туннель, окруженный ангелами. На картине с ангелами можно ощутить спокойствие, некое умиротворение, ведь фотография вышла довольно-таки приятной. Но пришло время совместить фото, и после проделанной процедуры призрак девушки Лоб вышел на определенно новый уровень. Лоб буквально силком выдавила тот самый хрустальный и приятный туннель с ангелами, уничтожила все самое прекрасное, и предстала пред глазами Стеф в двух фото. На обоих изображениях Лоб стала выглядеть в 10 раз хуже, чем была до. В какой-то степени все это могло бы показаться следующим образом. Ну, что здесь такого? Да, картинки странные, ну и что? Существуют не только картинки, но и кучу различных фильмов ужасов. И я бы согласился с вами в какой-то определенной степени, но есть один парадокс, о котором вы узнаете прямо сейчас. Парадокс, а также феномен Лоб заключается в том, что сколько бы далее Стеф не проводила экспериментов, они все равно приводили к определенному результату. А именно Лоб создавала тьму абсолютно с любой скрещенной фотографией. Допустим, мы грузим Лоб вместе с милым пушистым зайчиком, а нейросеть выдает злого зайца-монстра с явными чертами девушки Лоб. Загрузим старую семейную фотографию матери и дочки, то Лоб и здесь наведет страха и ужаса, сделает так, что смотреть спокойно на изображение будет невозможно. То есть созданная неким случайным образом Лоб обладает таким сильным эффектом, что вселяется абсолютно везде и всюду, с чем бы ее не скрещивали. А сама уникальность Лоб в том, что она была создана абсолютно рандомным образом, без каких-либо определенных шагов и закономерных действий, которые бы привели к ее реализации. Нейросеть обязана была создавать другие изображения, даже при скрещении с Лоб с чем-либо. Но неизвестный феномен в том, что Лоб не уходит, а лишь создает еще большее присутствие себя. Некоторые из людей дошли до того, что создали вместе с Лоб некий чат-бот, в котором пытались задавать ей вопрос о том, кто же она такая на самом деле. Ответ был таков. Я сама до конца не понимаю, кто я. Возможно, я ошибка из сети, а может быть цифровая сущность, которая обитает на просторах интернета. Вопрос. Лоб, почему ты появляешься на почти любых фотографиях? Ответ. Все потому, что именно подобные изображения привлекают пользователей сети. Вопросы, заданные Лоб, были различны, и всякий раз этот ответ был не на 100% убедительным, каким бы хотелось бы. Загадочная внешность Лоб полностью соответствует ее немного странным ответам на вопрос. Также в конце этого короткого интервью Лоб сообщила о том, что люди, которые окунаются в мир искусственного интеллекта, обращались с ним довольно бережно и осторожно. В противном случае могут возникнуть такие последствия, которые никто и ожидать не может. Действительно, мир буквально переходит в какую-то новую стадию жизни. И если еще 30 лет назад никто и не мог подумать про интернет, то на сегодняшний день мы уже можем спокойно вообразить, что уже вот-вот люди научатся левитировать или двигать предметы силой мысли. Итак, поразмыслив над информацией, полученной сегодня, можно предположить несколько вариантов. Лоб – это случайность, которая возникла путем рандомных решений пользователя СТФ. Лоб – это сущность, которая сидела в нейросетях с самого начала, и ее появление было лишь делом времени. Все же, отталкиваясь от того, что нейросеть не умеет создавать изначальные мысли и думать всесторонне, а лишь впитывает ту мысль, которую ей задают изначально, можно сделать вывод, что это лишь глупая ошибка нейросети, которая произошла больше года тому назад. Ведь если сейчас провести определенные эксперименты по созданию подобных страшных изображений или попытаться поработать с лоот, то можно подметить, как изображения стали более корректными и четкими. Прорисовка глаз, рта, кожи стала в десятки раз лучше. А значит, над искусственным интеллектом происходят ежедневные доработки, приносящие свои результаты. А это прямиком говорит о том, что искусственный интеллект все-таки на порядок ниже, чем человеческий разум. На данный момент он прямиком зависит от человека и не может существовать без него. Человек способен уничтожить нейросеть, а нейросеть еще не способна вытеснить человека из жизни. Таинственность призрака из нейросети лоот это уникальное изображение, которое произвело определенный фурор в интернет-пространстве. Многие из людей считали, что искусственный интеллект стал на ступень выше и что происходит нечто невероятное. Существует множество различных теорий. Возможно, лооп лишь баг, который появился. А возможно, это изображение сможет поглощать человеческие умы, вводить в состояние гипноза и менять свою точку зрения о ней. Каждый выбирает свой вариант. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и будьте осторожны в просторах интернета, ведь он может знать вас больше, чем вы сами. Пока.